всем привет всех приветствую продолжаем нашу аутопсию а скорее всего мы ее заканчиваем потому что я зашел там на один сайт просто почитать чтобы не смотреть прохождение а почитать и вроде как вот это у нас последний случай давайте будем смотреть будем будем короче смотреть будем скрывать как перчатки фотофон так кто это у нас кстати пришел какой же это лютый в прошлой серии в конце он почему-то сказал что это элис но потом его как бы отпустила что ли значит по мнению следователя девушку выбросили недалеко от леса судя по следам крови она пыталась доползти до остановки а то есть она уже была без люди которые утром ждали там автобус обнаружили тело в траве у дороги вас это вот это короче по показаниям упомянутой коллеги это было такси ураган это фоторобот в компании отправили запрос с описанием внешности того кто был за рулем но оказалось что никто из водителей почему не подходит полиция со вчерашнего дня ищет преступника вот как коллега эмберт рассказала что видела подругу две недели назад в ее последний рабочий день перед отпуском около 21 40 она уехала на такси в аэропорт чтобы улететь в амстердам честно вообще ничего не снять ступать и жидкость 1 я представляю так берем фотик делаем все те же манипуляции что и обычно берем камеру погибшие очень бледная кожа значит приближаем так засохшая грязь так множество глубоких рваных порезов но тут не надо так нет левой ноги у нас но у нее у нас она вроде пока еще есть так понятно ладони тыльная сторона руки покрыта этими ранами прикинь и так приближаешь и скример вылетает экстенсив и матом было бы кстати умеет смотреть обширная гематома на лбу а еще что подожди мать а что еще а еще что что еще что я упустил ну точно не вот тут нет шея у них а вот что-то на груди на кинчасть знает шею с пентула или сильно досталось что это элис блять смысле это та самая элис ничего не понял вообще ничего не понял так но перед скрытием нам ее эмбер лув но при чем тут элис щелкнем снова я думаю вот так да нормально будет целом а можно даже вот так приблизить о не вобляля как вообще прекрасно да но почти почти да но у нее так в принципе самое то вообще шикарно и отдалим и и вот так еще сделаем все так подозрение с помощью лупы я уже забыл записываю не каждый день времени нет вообще так тут небольшая краснота это такое это гематома фреш тоже гляну про юску огонь строков так свадника осмотр нет руки раны обработанные уши ты тот кто их зашивал знал что делал при этом можно заметить что же вы накладывали довольно небрежно врать скорее всего спешил то есть это в больнице сделали по итогам внешнего осмотра признаки внутреннего кровосречения отсутствует то есть но как не врач а сделал это короче с навыками и хирург а кто-то делал пас рано на сгибе локтя выглядит так вот интересно что взяли синяки да тут в принципе все понятно я думаю да откуда взялись синяки такая рука были ампутированы вплоть до сустава нападавший пользовался скальпелем линии отреза рвана что это значит тупым ножом судя по всему эти раны и пострадавшая получил когда по зла по жестокой неровной земле по жесткой планшет возможные причины но от потери крови я думаю субдуральная гематома кровопотеря инфекции я признак по-любому у нас что теперь ультрафиолетовая лампа почему войди бью почему ты не знаю но очень много отпечатков но мне кажется это глюки так продолжить проведение вскрытия давайте закроем окно меня да 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 вывести из равновесия могут и случай конечно только ты чувак явно бредишь и от этих колес теперь совершенно не становится легче ну давай ничего нет но я надеюсь он ее целовал тоже отпечатки это стопудово где это находится найти в кабинетке жесткий диск тоже опоткоп действительно и но и и и стоя без а у то кто бля у меня шерсть и бомб стала как мне кажется что кирпич не было же кирпича найти рентген вопрос он здесь или он нету не здесь он скорее всего но вряд ли тут нам в этот в подвал нужно идти а хотя подожжил подожди почему в подвал может здесь нет точно не здесь но и не здесь кто знает какой звонок фон что знают кто знает нигде я не понял сюда нельзя я думаю мне в подвал ну машина кстати кстати машину нам вернули а чё свет не горит не я туда не хочу спасибо я думаю нам сюда это не точно но больше нигде смотреть-то открывай ты шо ж такое так где может быть или они здесь нет я сразу решил сходить сюда проверить но не маленький он большой вот в чем дело тут все закрыто тут в принципе его быть не должно блять странно а где рентген он же ну не маленький это сто процентов блять вот он да а тут разве было тело подожди там тела не было не понял так жесткий диск я подключил это я включил откуда снять что снять детекторную панель это какую а вот эту панель под голову и включить расположить трубку как около головы сделать вы это где но это далеко расположить горит трубку купить трубку около головы сделать рентгеновский может это вот тут где-то 300 так да не то далеко не пойму не пойму тут еще вот короче надо отрегулировать да пу а все я понял так 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 все настроим все отнести жесткий диск в лабораторию так мне нужно в лабораторию кто такая эльс распечатать но голова у нее целая чего нет а не делок это снова и бакс на чем не катаскоп это где а все вижу включить нужно его до где блять а ну да возможно есть скримеры но я их не ловлю я не успеваю я либо взять фонарик а вот это уже интересно говорит да пошло оно нужно найти ридли 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 нет и где ридли что за тело но это уже на хоррор похоже где сука ридли на улице но мать лежит мать лежит не как по моему в прошлой серии у нас сбежал трупецкий наш странно где ридли но нам остается открыть гараж что по невройне и вреды при сантиме и мальчику и дисаперсинтеде это как его открыть как открыть гараж 1 просто типа руками ну и диалог окончен допустим но как открыть гараж но он по идее управляется изнутри правильно у него знает сейчас будем искать как гараж открыть давай сядем в машину короче разгонимся и просто влетим в этот гараж ну вот щиток по идее чтоб открыть это вот это гараж это гараж гараж для кого найти молоток ну молоток понятно это же логично что он в подвале какой-то гараж только непонятно а а а бля да блядь он управляется вообще чем-нибудь нет и не управляется ничем блядь как но я нажимаю не хочет нажимать когда он в круг падает или тут есть какая-то перезарядка я попаду сегодня это надолго но вот я нажимаю когда но перед кругом не реагирует я на мышку хуячу просто постоянно спамлю ему пофигу может другой кнопкой надо как сломать замок как сломать до пауза довольно таки бредово я понимаю что надо вовнутрь попасть но он не нажимает кнопку когда это хрень идет надо запоминать нет не угадал 1 2 3 4 1 2 3 4 5 на пятую раз два три 4 5 раз на проебал час 1 2 3 4 5 ты блядь издеваешься блядь но я нажимаю блядь блядь я нажимаю прямо в колесико раз два три 4 5 ебать 3 4 5 вот это вот вообще пиздец попался какой-то бред переключатель или рычаг ну либо искать здесь либо искать здесь либо нам нужно идти в этот подвал нет такая то что ничего так установить рычаг и надо спамить топлива но вот стоит канистра бутылки 3 для походу это прибухивал давай возьмем канистру пойдем с машины сольем а где еще но в подвале может быть но замком вот этот блин максимально тупо вайф киллер это что фотография которую мы отправляли этой короче подруги и нашу хотя нажал первый раз она вообще бутыхнулась как будто пустая какой-то бред не знаю прямо прям прям пиздец так нужно но по-любому запустить генератор резко нельзя не понял это кто был стиви а я же говорил потому что смотри тела привозил он и только он мог в трахею тогда положить кольцо так что это стиви в смысле элис это сестра стиви короче он думает или все-таки то он виноват афинь феннисток и мальчик понял айден ю сэй и нитэн ю кенфест а не алифисом андрес мегин и сэнси мэртс а урэй фотос кольцо это я разгадал За кольцом я сразу говорю, что это Стиви Так, ладно, за Элис мы поняли В общем, они поругались, он был пьяный, завязалась с драка, и он ее толкнул к стену, и она ударилась головой, упала. Ну, короче, понятно. Вот это поворот. Кто-то меня обманет, и это будет конец моей карьеры. Когда я называл обуви, это было слишком поздно. Больше поздно. Случайный. Случай. Случайный. Случайный. Ты понимаешь сейчас? Кто-то должен платить за это. А, Ридли. Пиздец. А, и все? А, вот так вот. Мы даже не дошли до вскрытия. Вот так вот. Какой неожиданный конец. Конец. Да. Это конец. Это конец. Не, я знал, что этой серии мы закончим, но не за 30 минут. Как бы. Ну, я думал, мы все-таки проведем вскрытие, но оно не понадобилось. Вот в чем дело. Ну да ладно, несколько слов об игре. Мне понравилось все, это очень интересно, но сука мало. Нам сделали бы еще часов на 5, я не знаю, хотя бы. Было бы поприкольнее. Игра хорошая, да, она похожа на Mortuary Assistant, но со своими, точнее со своей физикой, со своей механикой, с хорошим сюжетом. В общем, мне понравилось все. Это 10 из 10. Это очень достойная игра. Ну а вам я желаю приятного просмотра и всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok